Если вы знаете, с кем провести свое свободное время, но не знаете где, мы расскажем вам об интересных мероприятиях, которые можно посетить в ближайшее время. Перезагрузка франшизы 80-х о стальном герое Робокопе на экранах с 13 февраля. Алекс Мёрфи, любящий муж, отец и отличный полицейский, получает на службе смертельные ранения. Специалисты используют новейшие разработки и сохраняют ему жизнь. Алекс возвращается на службу в родной город не только с новыми сверхспособностями, но и проблемами, с которыми не сталкивался ни один живой человек. Каким-то образом он действует вопреки задачам, заложенным в компьютер. Также с 13 февраля можно посмотреть красивую зимнюю сказку «Фильм. Любовь сквозь время». Сначала действие фильма разворачивается в прошлом веке, где незадачливый вор влюбляется в умирающую девушку, дом которой он ограбил. Но не только смерть может разлучить влюблённых, но и мафия, которая преследует героя. И едва бандиты настигают паренька, как сказочный белый конь уносит его из своего века в наш современный мир, в Манхэттен. И тут главный герой понимает, что он не только попал в будущее, но и стал видеть и слышать то, что не по силу другим. Почему я ещё жив? Быть может, у тебя есть предназначение? Далее о других событиях. Ну какая женщина не любит кружева? Изысканные женские штучки, кружевные изделия ручной работы от суперпрофессионала своего дела Натальи Русиной можно увидеть на выставке в Краевеческом музее. Она так и называется – «Женские штучки». Кроме кружевных шедевров, посетителей порадуют эмоциональные краски в натюрмортах, пейзажах и портретах художницы Надежды Кобыльцовой. 14 февраля, в день влюблённых, в выставочном зале «Челтыс» откроется совсем не романтичная фотовыставка, хоть и с оптимистичным названием «Светлое будущее». Заинтригованы? Посетители ужаснутся тому, что творят табак и алкоголь с организмом человека. Прийти сюда особенно полезно будет тем, кто давно хотел отказаться от вредных привычек, но сомневался, стоит ли после увиденного и услышанного сомнения отпадут. «Бросай курить, вставай на лыжи!» С таким девизом предлагаю отправиться на «Лыжню России». Сотни людей от мала до велика рванут в едином порыве уже в 32-й раз. Именно столько лет акция «Лыжня России» ставит на лыжи любителей и профессионалов по всей стране. В субботу всех ждут в Минусинске у горы Лысуха, а в воскресенье в Абакане в парке культуры и отдыха. Главное, конечно, участие, но победителей ждут призы. А накануне Дня защитника Отечества 20 февраля в Абаканском дворце молодежи можно будет проникнуться патриотическими песнями. Участники городского конкурса «Полигон-2014» уже вовсю репетируют, чтобы достойно сразиться голосами на сцене. Приходите послушать и поддержать участников. Будьте в курсе всех событий и выбирайте то, что интересно вам. Хорошего настроения!